Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин приехал в поликлинику для того, чтобы проверить, выработались ли в организме антитела после первого этапа вакцинации от COVID-19. Дело в том, что вакцины, поступившие в Щелковскую областную больницу, двухкомпонентные и прививки делаются с определенным промежутком. В Щелково привиться можно как в поликлинике на улице Парковой, так и на улице Фрунзе. Очень важно сегодня, чтобы мы сделали эту вакцину. Вакцина пришла. Я понимаю, что это впервые. Понятно, как она поведет себя в дальнейшем. Но вот добровольцы, которые прошли уже гораздо давно, статистика говорит, что более 95% это положительно. Это положительно в чем? Организм дал иммунный ответ. Поэтому я советую обязательно всем делать прививку. Данная вакцина делается людям в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний. Но перед тем, как привиться, необходимо в обязательном порядке пройти медицинский осмотр. Для детей вакцины пока нет. А вот тем, кто старше 60 лет, нужно сделать другую вакцину. Она на данный момент доступна лишь в двух местах в Подмосковье. В секты старше 60 лет есть другая вакцина. Мы надеемся, что у нас тоже она поступит со временем в наше учреждение. Сейчас она имеется в Московской области, в Манеке имени Владимирского и в Красногорской больнице. То есть секты старше 60 лет, это вакцина Эпивак называется, могут при желании туда поехать и сделать эту прививку. Стоит отметить, что вакцинация от данной инфекции является делом добровольным, и каждый сам для себя решает, делать прививки или нет. Ведь самое главное – это забота о собственном здоровье. Мария Буржинская, Александр Рожевский, Щелковское телевидение.